Прыгать только вместе, наклоны обязательно синхронно, бежать, держать за скакалку, чтобы участники команды не отставали. В этом году организаторы впервые включили легкоатлетический экстрим в программу праздника. Всего спортсменам предстояло на время преодолеть шесть этапов, на каждом из которых они выполняли силовые упражнения. Первые приседания, выпады, пресс, тачка, это надо за ноги держать, человек, он идет на руках, бёрпи и турник, и между ними кросс. Всего в легкоатлетическом экстриме участвовали 12 команд, в каждой по 4 человека. Между упражнениями никакого отдыха, только бегом от этапа к этапу. Эти соревнования требовали от спортсменов хорошей физической подготовки. После финиша сил у некоторых практически не осталось. Все очень понравилось, очень интересно, увлекательно. Конечно, было чуточку сложно, потому что форму надо подтягивать. Но не только молодежь могла попробовать свои силы в спорте. Особое внимание уделили ветеранам. Помимо интеллектуальных видов спорта, шашек и шахмат, в этом году организаторы включили в программу праздника скандинавскую ходьбу. Небольшая разминка перед стартом, и пенсионеры отправились в спешую прогулку по улицам города. Любовь Михайловна Власова впервые приняла участие в таких соревнованиях и осталась довольна проведенным временем. Нам приятно, что город любит праздники спортивные, что поддерживает молодежи очень много сегодня. И мы, в свою очередь, пенсионеры, не остались равнодушными. Нам тоже захотелось поучаствовать. Спортивный праздник, организованный ядерным центром, уже давно стал традиционным. На него приходят с семьями. Пока одни боролись за лидерство на дистанции или за игровым столом, другие поддерживали своих близких. С приветственными словами к участникам обратились представители ядерного центра и профсоюзной организации. Этот год в ядерном центре объявлен годом охраны труда и здорового образа жизни. И, безусловно, спорт, физкультура – это наше здоровье, это здоровье нашего предприятия. Всего в спортивном празднике приняли участие около 200 любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Для каждого нашлось занятие по душе. Пока одни обливались потом на беговой дорожке, другие вели молчаливый спор, разыгрывая партии в шашки или шахматы.